Короткая тема. И тема как раз меня на эту тему подбила то, что в иврите есть... Точнее, есть глаголы, которых нет в иврите. Мы их разбираем периодически короткими роликами. Но иногда бывает, как и в русском языке, что есть какой-нибудь глагол, который может использоваться в двух разных контекстах. И в русском языке он будет звучать одинаково, как, например, ребят, глагол «оказаться». Вот такой вот глагол, такое слово «оказаться». Потому что мы можем использовать слово «оказаться» в плане результата. Я говорю, я пришел, а оказалось, что там никого нет. А оказалось, что это вообще не они. Вот «оказалось» как результат. Это, как правило, союзом что? «Оказалось», что это первый контекст. Второй контекст слова «оказаться» мы можем в русском языке использовать, когда мы говорим про какую-то ситуацию. То есть, оказаться уже где-то, конкретно вот физически, оказался на улице, оказался посреди леса. Или оказаться в какой-то ситуации. То есть, мы сразу в русском языке понимаем, что это два контекста разных. Первое «оказаться», что, как правило, мы говорим там прошедшим временем, хотя можем сказать будущим. И окажется, что это вообще никому не нужно. Да? Всегда союзом что? Вот просто вы должны понимать, что в этом разница. И в иврите это будет два разных слова. Давайте начнем с того, как результат, правильно, там «оказалось», что? Вот «оказалось». Как бы выяснилось, да, выяснилось. Поэтому в иврите иногда говорят «выяснилось» вместо слова «оказалось». И этим словом, когда мы говорим про какой-то результат, будет слово «истаберо». И как и в русском языке с союзом «ше». Например, я говорю «я туда пришел, а оказалось, что никого нет, что там никого нет». Я говорю на иврите. Игателе шам. Ве истабер ше афехад лё. Немца. Нет никого. Эйн афехад шам. Я могу сказать «и чё оказывается» ве мамистабер в настоящем времени. Когда я говорю, я говорю «и оказывается, что оказывается, что выясняется». Ве мамистабер. И поэтому здесь часто эти слова могут заменить на слово «мид барер». Это «выясняется». Что часто может быть одно другим заменимо, правильно? То есть я могу сказать «выяснилось», «оказалось» одно и то же. В прошедшем времени «ид барер», в настоящем «мид барер». Это «выяснилось», «выясняется» от слова «выяснить», «леварер» и «истабер». Поэтому я могу сказать «вема мид барер», «чё выясняется», «вема мистабер», «шафхад биха локивель михтаб», «что вообще никто ничего не получил, кто не получил письмо». То есть это слово «оказаться» в плане результата. Или я говорю «а в конце окажется, что это вообще никому не нужно». Вебасов, истабер, будущее время, ше афехад ло царихедзе. Мид царихедзе, афхад ло царих. По слогам «мис-та-бер-р». Многие крэйш передбираются. Мистабер, мистабер, мистабер. Окей, «мид барер», «мистабер». Как правило, всегда будет единственное число, как и в русском языке «оказалось», «оказывается», «окажется». То есть мы не говорим как бы множественным, единственным, мы говорим просто вот единственным числом. И в иврите тоже, я всегда говорю, что оказалось, «май стабер», или «ид барер». «Ид барер», «истабер», «истабер», «ид барер». «Сэм-сэм», как говорят наши тайские друзья. Второй контекст, это уже немного поинтереснее. Это уже оказаться в каком-то месте, либо в какой-то ситуации. И в отличие от русского языка, его нет. Поэтому иврит взял и повз... Что делает иврит, когда нету какого-то слова нового, а его надо придумать? Мы просто идем, стучимся в какой-нибудь язык, который живет рядом, например, английский. Ну, не прямо рядом, но где-то рядом. И говорим, «слышь, братан, у нас тут сахара нету, одолжишь нам свой?» Вот у нас нету слова «оказаться». Как вы выходите из этой ситуации? Мы говорим, ну как? Мы говорим «найти себя». I found myself. Окей, а если ты где-то оказываешься, ну тогда ты где-то себя находишь. Found yourself. А если там мы оказались, то мы находим себя. И так далее. То есть, знатоки английского. Оказаться в какой-то ситуации или где-то, это найти себя. Дословно, но в английском «найти себя». И в иврите мы говорим дословно «найти себя». То есть, оказаться в какой-то ситуации или в каком-то месте. И теперь, когда вы знаете, что это будет именно такое словосочетание, не глагол, как слово «истадер» и «барер», потому что это результат, а именно оказаться где-то, с кем-то, в какой-то ситуации, то мы уже говорим «найти себя». А вы говорите, как будет «найти», «находить», «там-пам», «найти лимцо». Это первая часть. Теперь нужно же сказать «себя» найти. И тут вторая проблема. Ну, проблема для русскоязычного человека. Потому что в русском языке местоимение «себя» не меняется. Ты себя, он себя любит, я себя уважаю, мы себя видим. Все себя, без проблем. В этом плане иностранцы, которые изучают его, могут только поблагодарить. В «бритии» же, как и в английском языке, мы относим слово «себя» с притяжательным местоимением. То есть, у каждого человека есть собственное «self». Окей? Собственное «себя». Поэтому мы используем слово «отсми», «отсмо», «отсмену» в зависимости от местоимения. Но не забывайте, что у этих местоимений есть всегда окончание. Если это «майселф», то это будет «отсми». Если это «йорселф», то это будет «отсмеха» или «отсмех». А поскольку мы это находим, лимцо, то мы обязаны использовать предлог «эд». Причем «обязаны» — это «обязаны». Это не право на выбор, как есть в некоторых случаях, где мы можем поставить предлог «эд», потому что мы хотим какой-то определенности, а можем и не ставить. Здесь мы обязаны ставить, потому что в слове «отсми», «отсмо», «отсмену», «отсмеха» — неважно, какое бы это ни было местоимение, у вас есть всегда определенное окончание. Это как определенный артикл. Иными словами, вы обязаны ставить предлог «эд». Давайте возьмем такое предложение. Я оказался на улице. А на ювелите я скажу «я нашел себя на улице». Мацати «эт» — «отсми» — «я себя», поэтому «эт» — «отсми» — «бархов». В неприятной ситуации, в неприятной ситуации, то я на ювелите скажу «мацати «эт» — «отсми» — «я нашел себя» — «бемацав лё» — «на им». Вы знаете, как он еще используется, когда хотят сказать неким депричастием. То есть я говорю «мацати «эт» — «тсми» — «мдабер» и «тол» — «батэлефон». То есть я оказался говорящим с ним по телефону. То есть когда мы рассказываем о каких-то действиях, которые протекало, и вот нас привело к этому. И это если я оказался. А если я говорю «ребят, вы же не хотите оказаться в неприятной ситуации», да? Я скажу на ювелите «атэм лё рутцим лимцо эт ацмехэм». То есть вы не хотите найти себя, значит «оказаться». Обратите внимание, что «вы себя» — я уже использовал слово «ацмехэм», потому что это «вы» — «себя». Не «я» — «себя». Это будет «yourself». «атэм лё рутцим лимцо эт ацмехэм» — «дэ мацав лё на им». Или в такой ситуации «дэ мацав козэ». Первый был «оказаться» в плане результата, когда мы говорим «оказалось, что истадэр шэ». Там оказалось, что поезд уже уехал. Истадэр шэаракевет квар азва нас а. Идварэр выяснилось, оказалось. Второй контекст — «оказаться где-то в каком-то месте, в какой-то ситуации». Это уже будет «лимцо эт ацмэм» — «ацмэм» — «ацмэм» — «ацмэм» — «ацмэм». В зависимости от того, кто где оказывается. Ну, не «где», а «кто». Потому что каждый будет находить свой «сэлф». И я открою маленький секрет. Слово вообще изначально «ацмэм» и «ацмэм», вот эти все вместоимения «себя», «себе» и так далее, они почему имеют такие окончания? Почему именно «ацмэм» — это как бы «майсэлф», да? Поэтому мы говорим там «я самостоятельно» — «де ацмэм», да? «Я сам самостоятельно». Почему мы говорим «я себе» — «ле ацмэм»? Почему именно «и» в конце стоит? Возьмем слово «мой сын» и мы скажем «абэн» — «шэлф». Ахшав, я могу убрать «шэлф» и сокращенно получить слово «бни». Если я говорю там «твоя дочь». Битха, аббат, шэлха, то есть шэл уходит и окончание «ха» накладывается на слово «бат», ну и там будет «бит» вместо «бат», то же самое «ацмэм». Ацмэм — это именно «этсэмшэли», это «майсэлф». Просто мы не говорим «этсэмшэли», мы убираем «шэлф» и получаем вот эту форму «ацмэм». То есть дословно «майсэлф». Если это «этсэмшэльха», то это «ацмэха», «йорсэлф» и так далее. «Зэлф». Ребят, я думаю, на этом все. Перегружать вас грамматикой не буду, просто имейте в виду, что всего есть объяснение. Слова не просто появляются монолитно, ниоткуда не возьмись. Всего есть объяснение. Бай-бай. Пока.